28 июня 1914 года в Сараево после покушения скончался австрийский эрцгерцог Фердинанд. В течение последовавших считанных недель вся Европа поделилась на два противоборствующих лагеря. Сражения продолжались до 1917 года. Результат – победа Антанты, революции, распад Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской империй. Таковы сухие факты, за которыми стоят 4 года, 3 месяца и 2 недели жесточайшей войны. До Первой мировой человечество никогда не сталкивалось с бедствием подобного масштаба. В Первую мировую войну Россия также выступала в привычной роли защитника слабых государств Европы, защитника существующего порядка Европы против тех, кто пытался этот порядок изменить в своих интернетических интересах. Российская империя вступила в войну 1 августа 2014 года. Солдаты и офицеры всех родов войск сражались на нескольких фронтах и с честью выполняли боевые задачи. Русский император Николай II лично руководил действиями армии и находился в штабе войск. Век спустя россияне высоко оценивают действия руководства и рядовых солдат. Первый мировой? Первый, да. Ну я думаю, что надо чтить, потому что там такие же люди были, такие же солдаты. И защищали они также отчизну. Вряд ли кто-нибудь так чтит или хорошо знает события того времени. Должным образом Вторую мировую, а Первую забывают все время, причем систематически. А как же? Обязательно. Обязательно. Без этого нельзя. Молодежи нужно об этом помнить. И все должны помнить. А как же? Без этого нельзя. Наша съемочная группа убедилась. По мнению россиян, помнить о подвиге русского солдата необходимо. Правда, припомнить что-то конкретное многие опрошенные не смогли. Так лишь единицы правильно назвали дату начала войны. Большинство же промахнулось на целые десятилетия и даже века. А вы помните, когда началась Первая мировая война? Первая? Первая. Подождите, а Великое Отечество считается вторая? Это вторая. Ну, сейчас даже не вспомню. Первая мировая. Ой. Ну, это, наверное, имеется в виду, наверное, революция. Первая мировая. Первая мировая. В 1812 году. А вы помните, когда она началась, Первая мировая война? Мне было четыре с половиной года. Нет, это вы, наверное, о второй говорите. Вот вторая мировая. А первая? А первая я не знаю. Специалисты связывают сравнительно невысокую огласку событий Первой мировой с последовавшей вскоре революцией. Коммунисты называли монархический строй виновником войны и принижали достижения и героические совершения того сложного для страны периода. Для современного человека, для современного российского гражданина события Первой мировой войны в памяти очень серьезно заслонены. И событиями гражданской войны, которые явились во многом продолжением для нас Первой мировой, и тем более событиями Второй мировой войны. Сегодня в России снова уделяют повышенное внимание историческому образованию молодежи. В 2014 году президент Владимир Путин открыл памятник героям Первой мировой войны на Поклонной горе в столице. Монумент символизирует всех русских воинов, участвовавших в одном из страшнейших конфликтов в истории. Они без всякого сомнения достойны и памяти, и должного почтения. Эти даты естественным образом должны войти в отечественный пантеон дат, который существует. Ну, потому что это наша история, потому что это наши предки, и помнить их наш долг.